Полиция продолжает поиски пациента психиатрической больницы, который накануне вечером сбежал. Сотрудники УМВД уже разместили ориентировку. Тем временем, Следственный комитет начал проверку в отношении персонала Омской областной клинической психиатрической больницы. Сыщикам предстоит выяснить, как душевно нездоровый мужчина смог покинуть закрытое учреждение и оказаться на свободе. Наши корреспонденты побывали на месте происшествия. Кто вам разрешил здесь снимать? Психиатрическая больница на улице Куйбышева. Охрана проявляет бдительность. Мужчина заслоняет камеру и рекомендует нашей съемочной группе получить какое-то разрешение. По закону о СМИ снимать здание больницы мы имеем полное право. Впрочем, позже к нам вышли сотрудники учреждения. Они, как и их коллеги из Министерства здравоохранения Омской области, комментировать ситуацию отказались. О том, что накануне вечером здесь произошло ЧП, ничего не напоминает. На входе в клинику пост охраны. На первом этаже пропускной пункт. На территории ведется видеонаблюдение. Все это не помешало 44-летнему Виталию Ерохину, который находился на плановом обследовании, сбежать из лечебницы. Есть ли в этом халатность медперсонала, предстоит выяснить следователям. В настоящее время в отношении сотрудников медицинского учреждения проводится доследственная проверка по факту побега пациента из психиатрической больницы. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося и причины, обусловившие побег. По результатам проверки будет принято решение в отношении сотрудников медицинского учреждения по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ «Халатность». Сейчас полиция активно ищет беглого пациента психиатрической больницы. На сайте УМВД разместили ориентировку. Виталию Ерохину на вид 40-45 лет. Худощавого телосложения. Рост 180-185 сантиметров. Лицо овальное. У меня есть лобные залысины. Волосы черные, короткостриженные. По предварительным данным Ерохин страдает шизофренией. Новость о происшествии в больнице на улице Куйбышева в тот же день разошлась по соцсетям. О мечам сообщили, что сбежавший не кто иной, как марьяновский стрелок Сергей Роденко. Информация, размещенная в социальных сетях о том, что сбежавший пациент из психиатрической больницы – это Роденко, который раньше подозревался в совершении особо тяжкого преступления, в частности, в стрельбе по прохожим, не соответствует действительности. Итак, спустя сутки беглец Ерохин не найден. В полиции предупреждают о мечей. Ни в коем случае не вступать с мужчиной в контакт, а сразу же позвонить по телефону 02. Сбежавший может быть опасен.